Понимаешь? Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня четверг, и сегодня действительно Италия проснулась другой. Сегодня я увидела страну, которую я очень люблю, которая дала лучшее будущее моим детям, которая дала лучшее настоящее моим детям и мне, и моей семье. Эта страна проснулась действительно другой. Вот таким образом начинается теперь мое утро и заканчивается мой день. И я добровольно сама, как, наверное, и очень многие, протираю спиртом ручки, протираю спиртом кнопки в лифте. Это то малое, что я могу сделать. И, конечно же, мы не выходим, потому что сейчас любой человек может быть просто-напросто переносчиком вируса, который охватил всю планету. И да, мы купили спирт. В принципе, спирт всегда был у нас в доме. Спиртом я всегда убиралась. Но теперь я делаю вот такую уборку. С утра сегодня я вышла со своей семьей на пробежку. И также, повторюсь, вечером вот такая элементарная гигиена, которая, я надеюсь, спасет всех нас, спасет всех нас. И, в общем-то, нечего мне здесь добавить. Сейчас я вам покажу город, который меня впечатлил, потому что я не ожидала такого увидеть. И я могу сказать, что итальянцы, опять же, в который раз я хочу их похвалить и поддержать, потому что, на самом деле, люди держат дистанцию метр друг от друга. Это видно невооруженным взглядом. Нет паники никакой в супермаркетах. В супермаркетах все спокойно. Единственное, что у кассы огородили пространство в один метр. Но люди действительно держатся на расстоянии друг от друга. Примерно каждый пятый ходит в маске. Меня это несколько удивило, потому что я сегодня встретила людей примерно в 9-9.30 утра. Они гуляли по солнечным улицам. То есть, они не находились внутри помещения. Но, тем не менее, да, итальянцы надели маски. Ну что ж, вот таким образом я обработала все, что могла обработать. Выбрасываю все это в ближайшую мусорку. Мы начинаем пробежку. Встречаем людей, которых гораздо меньше на улице. Вот сегодня я заметила, что людей действительно очень мало. И несмотря на то, что прекрасный солнечный день, весна, в самом разгаре все цветет, птицы поют, совершенно точно ощутимо, что люди предпочли остаться дома. И могу сказать, что итальянцы, они очень законопослушны. И сегодня совершенно точно большинство итальянцев предпочли остаться дома. Вчера мне позвонила синьора, которая когда-то приходила ко мне убираться. Она позвонила спросить, как мы здесь, есть ли наш папа рядом с нами, потому что она знает, какую жизнь мы вели. Спросила, что, возможно, нам что-то нужно. Сказала, что мы можем всегда и позвонить. Все, кого я вижу, кого я встречаю, с кем я разговариваю, действительно очень и очень спокойны. Хотя, безусловно, некая аура грусти, она присутствует. Все бары, все публичные заведения закрываются в 18 часов, как это и предписано, открываясь в 6 часов утра. Это касается, прежде всего, точек общественного питания, это касается также ресторанов. То есть рестораны, получается, работают только в обед. И то это было, скажем так, до сегодняшнего дня. Сегодня, я думаю, что большинство людей просто из солидарности друг к другу, из понимания, какая ситуация сложилась, не вышли на свои рабочие места, действительно остались дома. Везде висят объявления о том, что необходимо держать дистанцию в один метр. Все, кто должны были привести в соответствие с требованиями, это прежде всего точки общественного питания, между столиками должно быть расстояние в один метр. Все, безусловно, выполнили это требование. Повторюсь, внешне, в общем-то, не очень видно, что мы переживаем здесь, в Италии, такую ситуацию, хотя улицы опустили, город действительно не похож сам на себя. Таким город можно увидеть только в августе, когда действительно люди закрывают любую активность, прежде всего это продиктовано сезоном отпусков. Висят снова объявления на практически каждой двери о том, что необходимо держать дистанцию в метр. И также висят объявления о том, что закрываются магазины, кто-то обозначивает число, как, например, здесь 25 марта будут снова открыть магазин, а кто-то пишет, что закрыт в связи с ситуацией на несколько дней. Город, как вы видите, все-таки живет, за городом ухаживают. Сегодня у нас везде была массовая стрижка травы. И это очень по-итальянски поддерживать эстетику того места, где ты живешь, несмотря ни на что. Я думаю, что такая ситуация в большинстве городов Италии. Города наверняка будут выглядеть очень и очень ухоженными, очень и очень чистыми. Никто не будет экономить бюджет на том, что, в общем-то, сейчас люди сидят дома, и, казалось бы, можно было не высаживать цветы, пореже подметать улицы, но это совершенно точно не про Италию. Поэтому, опять же, оказавшись на улицах городов, если человек не знает, какова жизнь здесь, вот конкретно в это время, можно подумать, что все, в общем-то, в порядке. Хотя люди, которые живут, конечно, видя вот такие пустые парковки в центре города, перед церковью, они, конечно же, задумаются о том, что происходит что-то странное, что-то необычное. Опять же, объявление о том, что необходимо поддерживать дистанцию в один метр. Очень многие меня поправили, но, тем не менее, в Италии это не полтора, и не два метра, это рекомендованный метр. Кто-то пишет, что откроется 14 марта, кто-то, повторюсь, пишет, что откроется через несколько дней, исходя из ситуации. Но сегодня очень многие люди действительно не вышли на работу добровольно. Они остались, получается, в добровольной самоизоляции. В общем-то, объявления говорят сами за себя. Мне безумно жалко людей, безумно жалко Италию, потому что это ситуация, которая не подконтрольна никому. Остается действительно сидеть дома, читать книжки, общаться со своей семьей, у кого есть маленькие дети, конечно же, с маленькими детьми. Ну, а очень многие люди просто остались сегодня вот в таком добровольном заточении. Как вы видите, хорошая погода. Город, опять же, трава подстрижена. Город ухоженный. За городом ухаживают. Город очень чистый. Но нет гуляющих людей. Как я сказала в начале видео, каждый пятый, кого я встречала, был в маске. Я не стала снимать людей в маске, в масках точнее, потому что, мне кажется, это не очень корректно было бы с моей стороны ставить людей в неловкую ситуацию. Но поверьте мне на слов, я человек, который раньше говорил, что масок в Италии я не вижу. Сегодня я вынуждена сказать, что да, итальянцы надели маски. Нам снова и снова здесь в Италии говорят, что маска нужна только человеку, который заболел, чтобы не заразить окружающих. Но я вижу людей, по всей видимости, они абсолютно здоровы, потому что они вышли на прогулку, но тем не менее, тем не менее, они в масках. Мне нечего добавить. Очень, очень все грустно. На самом деле, сегодня прямо-таки, выйдя на улицу, несмотря на солнце, я почувствовала какую-то общую печаль, общую грусть. Италия, безусловно, на коленях стоит экономически. Все, это будет очень и очень тяжело для нас всех людей, которые живут здесь, в Италии. Мне очень жалко самые обычные семьи, которые сначала не могли полноценно работать, кто-то должен был сидеть с детьми, а теперь и вообще работать полноценно невозможно. Все, практически все, предпочли оказаться в такой добровольной самоизоляции. Желаю всем своим зрителям все-таки скорейшей весны, хорошей погоды, как минимум солнца над головой и голубого прозрачного неба. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Габри, красавчик. Габри, не торопись, спокойненько, делай вот так вот. Габри, даже я столько раз не могу сделать. Красавчик. Габри, не торопись, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok